Ханде Эрчел финалистка конкурса красоты и начинающая актриса телевидения, прославившаяся талантливым исполнением главных и второстепенных ролей. Зрителям настолько понравилась кокетливая девушка в современном проекте, дочери Гюнеш, кто пожелали видеть красавица в очередных сериалах. Изящная мисс Эрчел с 2016 года представляет марку Floreal Paris, рекламируя коричневый с бронзовым переливом цвет волос. По контракту девушка обязалась не перекрашивать локаны на протяжении года. Красавица отстаивает активную жизненную позицию, всегда готова отправиться в путешествие за новыми впечатлениями, делится при этом с журналистами секретами ухода за лицом и, конечно же, своей фигурой. Родилась красивая малышка в небольшом турецком городке Бандерма. 24 ноября 1993 года рост актрисы составляет 175 сантиметров. Она вырастала в компании старшей на год сестры, поэтому в шутку девочки представлялись близнецами. Они вместе гуляли до наступления темноты в ближайшем парке, но близкие не беспокоились за их безопасность. Родители не были заняты в актерской сфере. Причиной побудившей сниматься в сериалах стала личная любовь Ханды к преображению. Во время получения среднего образования девушка не испытывала тяги к наукам, предпочитая принимать участие в различных сценках театрального кружка. В 19 лет Ханда решила выставить кандидатуру на конкурс красоты. В Азербайджане будущая актриса удостоилась почетного титула «Вице-мисс», что позволяло попробовать силы в рекламе и телевидении. Девушка работает некоторое время ведущей местного канала, снимается в фотосессиях для журнала. Она ощущает неудовлетворенность работы в провинциальном городе. Поэтому для удовлетворения амбиций выбирает оптимальное решение переехать в Стамбул. Ханда подала документы для обучения факультет традиционного турецкого искусства при университете Мимар-Синан, начала ходить на кастинги фильмов и сериалов. Впервые на суд зрителей красавица с оленями глазами и восторженным взглядом пристала в эпизодической роли сериала «Королёк-птичка-певчи». Девушке досталась небольшая роль Захиде, которая предопределила восторг режиссёра и приглашение на другие успешные проекты. Параллельно начнущая актриса блистательно справляется с незначительной ролью в проекте «Древо жизни». В 2015 году молодую девушку приглашают в проект дочери Гюнеш, завоевавшей массу позитивных откликов, критиков. Для роли Эрчел похудела за неделю на 5 кг, чтобы достоверно изобразить старшую дочь главной героини Целин. По сюжету многодетная мать Гюнеш, которую сыграла Эврим Аласия сама, занимается воспитанием девочек-подростков и уже не надеется обрести женское счастье. Спасительной их соломинкой становится знакомство с обеспеченным мужчиной, Халюком Мертоглу, которого сыграл Эмреки Най. Поэтому учительница принимает его предложение перебраться в Стамбул. Среди звёздного состава заявлены перспективные актёры Бер Катан и Талга Сары Таш. Зрителям очень понравился запутанный сюжет и взаимодействие персонажей, поэтому проект Дочери Гюнеш попал в число самых востребованных сериалов. После трансляции первых серий Ханде проснулась знаменитой, её стали приглашать в другие популярные проекты, узнавать на улицах, брать автографы. Вскоре девушка получила заветное предложение сняться в главной роли проекта с 2016 года. «Любовь не понимает слов». Лёгкий для просмотра романтический сериал с комедийными нотками завораживает прекрасной актёрской игрой, позволяет насладиться красивыми видами Стамбула, окунуться в хорошую продуманную сюжетную линию. Сценаристы тонко проработали образы персонажей, чтобы зритель постепенно открывал для себя душевное состояние героев. Актриса сыграла роль провинциальной девушки Хаят, приехавшей из маленького города покорять столицу. Девушка сначала окончила университет, а осталась в Стамбуле с единственными условиями от родителей устроиться на высокооплачиваемую работу. Не дадут заскучать в одиночестве подружки, подбрасывающей героине невероятные идеи. Для притворения планов в жизнь, напористая кокетка отправляется в текстильную компанию. По случайному совпадению, девушку путают с другой соискательницей, обладающей впечатляющим послужным списком. Красавица приступает к исполнению обязанностей, предварительно договорившись с настоящей кандидатом. Встреча с суровым мужчиной Муратом, которого сыграл Бурак Денис, ознаменовалась ссорой, но какое же удивление испытывает девушка, когда узнает начальника своего оппонента. Хладнокровный босс в юном возрасте потерял мать. Воспитанием его занималась исключительно бабушка. Отец с малых лет готовил Мурата к наследованию, процветающего бизнеса, а мачеха делала все возможное для обиды пасынга. Успешному мужчине не дает покоя манерная подруга Диде. Ей в противовес общительная, открытая и такая интересная девушка Хаят. Между героями постепенно налаживается диалог, а на смену холодность. И от чуженности приходит настоящая любовь. Личная жизнь Ханда Эрчел пестрит отношениями с молодыми людьми. Некоторое время девушка встречалась с коллегой Экином Эртом Даймазом. Парень участвует в съемках рекламы, но и среди работ молодого человека сериал «Запах клубники». В какой-то момент искры между Эрчел и Мертом начали угасать, пока вовсе не исчезли. Официальных заявлений о расставании актера не делали, а отписались друг от друга в социальных сетях. На съемках сериала дочерь Гинеш Ханда встретила Толгуста Рыташа, звезду великолепного века, посчитали парнем Эрчел, но информация не нашла подтверждения. Молодые люди сразу опровергли слухи, заявив, что являются друзьями и коллегами по актерскому цеху. В 2016 году появились новые сплетни о том, что Ханда завоевала сердце турецкой знаменитости Бурака Дениса, однако девушка поспешила разъяснить ситуацию. Они познакомились на съемках фильма и с тех пор исключительно дружат. Бурак счастлив в отношениях с Бушрой Девелли. В 2018 году Эрчел стал встречаться с поп-певцом Муратом Далкылычем. Мужчина на 10 лет старше возлюбленной, но разница в возрасте пару не смущала. Мурат был женат на актрисе МРВ Полугур, но в 2017 году развелся. Певец пользуется популярностью в Турции. У него даже есть награда «Певец года» за 2010 год. Многим поклонникам запомнилась его песня. Клип на нее собрал миллионы просмотров на YouTube. Ханда и Мурат стараются не выставлять на показ личную жизнь. Все попытки журналистов узнать что-либо влюбленные пресекают. Тем не менее, в СМИ то и дело появляется информация. Например, мужчину обвинили в том, что он не может самостоятельно оплачивать арендованную квартиру и весомую часть расходов на себя взяла Ханде. Звездная пара официально выступила с опровержением информации и обвинила турецкие здания о непорядочности. В январе 2019 года Ханда потеряла мать. 48-летняя Айлин Эрчел на протяжении 8 месяцев болела раком. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно. Женщина постепенно угасала. Она лежала в больнице, мало говорила и много спала. Похороны Айлин состоялись сразу. Как она скончалась, семья не стала ждать несколько дней, как это обычно происходит. Смерть мамы нанесла тяжелую душевную травму и подкосила девушку. Она поделилась своей скорбью с поклонниками в социальных сетях. При этом она написала «5 октября, я помню этот день. Год назад я лежу на твоих коленях и гладишь мои волосы. Быть твоей дочерью – это большая награда для меня. Какая ты у меня красивая мама. Я благодарна тебе за то, что ты была». В этот непростой период жизни рядом с Ханде была ее подруга Буржу Овсберг, которая также является знаменитой актрисой. У девушек даже есть совместный опыт съемок. В 2016 году вышел фильм «Дочери Гюнеш» с их участием. По слухам, в отношениях Эрши и Далкилыча был кризис, когда мать девушки болела. Ханда не могла уделять время личным отношениям, так как посвятила себя матери. Но мужчина все равно поддерживал свою возлюбленную. Сейчас они проводят много времени вместе и путешествуют. В интервью будущий муж звезды отметил, что готов к свадьбе и детям. Но пока точная дата помолвки и бюрокосочетания не назначены. Тем не менее, влюбленные уже окунулись в приятные свадебные хлопоты. Сейчас актриса много времени проводит с семьей, общается с друзьями и поклонниками. Интересно, что для Ханды интервью не является проблемой. Она с легкостью делится подробностями личной жизни. Эрчел, как и другая турецкая звезда Несли Хана Тагули, является иконой красоты, стиля и, конечно же, женственности. Она призналась, что любит в макияже ярко-красную помаду и всевозможные аксессуары. А отдыхать предпочитает на сеансах массажа. Девушка увлечена аэробикой и стретчингом. Этого хватает для поддержания женственной спортивной фигуры. В несъемочной площадке Ханды Эрчел предпочитает носить удобную одежду, например, джинсы в стиле Boyfriend. Актриса считает, что владеет упрямым характером, который помог добиться успеха в столь юные годы. Расстроить знаменитость практически невозможно. Девушка любит жизнь и смотрит с позитивом на перипетии судьбы. Семью Эрчел размещает на первом месте, несмотря на сложные жизненные пути. Хобби актрисы – путешествие. Она любит слушать песни Бьонси и является поклонницей Натали Портман.